С нами известный зоопсихолог Дмитрий Тарасов. Дмитрий, вопрос от всех любителей биологии. Скажите, а психология у животных, она где начинается? То есть на каком уровне? Понятно, что у микробов и бактерий нет психологии, но где вот эта грань, когда можем сказать, что живой организм обладает какими-то мыслительными или какими-то способностями, где может иметь место психология? Мне кажется, достаточно посмотреть на поведение животного и сравнить его интеллект со своим собственным интеллектом. Ну, например, все зависит, знаете, это как в квантовой физике. Свойства наблюдающего, они очень сильно отражаются на свойствах наблюдаемого. Как известно, все мы знаем известного кота Шриддингера. Кстати говоря, у меня сейчас на передержке находится такой кот. Я знаю, что он есть под шкафом, но я его еще не видел. С тех пор, как я его привез, я его не наблюдаю. Но это мы отвлеклись. Суть в том, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос, важнее всего сравнить интеллект наблюдающего и вопрошающего с интеллектом наблюдаемого, так сказать, организма. Например, для кого-то, может быть, амеба покажется настолько разумным и мыслящим существом, что закономерность ее поведения будет совершенно непостижима. А для какого-то человека даже поведение лошади, например, или собаки кажется абсолютно неразумным. Все зависит от, конечно, уровня интеллекта смотрящего и наблюдающего. Но есть и, конечно, такие объекты, как вот, например, енот-полоскун, которые безусловно, знаете, вот если мы обратимся к истории, и то в Японии, я как раз недавно изучал этот вопрос, есть храмы, воздвигнутые в честь лисы, как бог лисы, то есть воплощение интеллекта, потому что люди, которые возводили эти храмы, они руководствовались таким принципом, что если лиса может перехитрить человека, значит, она умнее человека, и, соответственно, ей нужно поклоняться как божеству. Конечно, изначально было предложено воздвигнуть храм в честь енотов, но по некоторым идеологическим соображениям, в частности, еноты все-таки слишком вороватые существа, эта идея была отвергнута. Но, тем не менее, храмы лис существуют. Вот это к вопросу об способах измерения уровня интеллекта и относительности интеллекта наблюдаемого объекта и наблюдающего. Продолжение следует...